всем привет это видео по установке проекта у вас после скачивания должно быть все два архива и после распаковки получится вот такой вот набор папок ну собственно их сейчас и рассмотрим итак все файлы проекта находятся в папке gamesdk это озвучка и здесь самые главные папки это объекты и библиотеки в библиотеке находится лаунчер с исходником эти файлы отвечают за имена объектов ну когда вы подходите к объекту вот именно эта флешка и ну не это вот это кажется да здесь здесь всплывает имя объекта а это так цену демонстрация шрифтов собственно с исходником так и в папке level flash с названием уровня call 6 находится в сами прав файлы проектов и их исходники в формате macromedia flash восьмой версии здесь файл с картиночками так что тут еще интересного объекты объект условно так отсортированные нипы это голая девушка эта папка еще не обработана здесь исходники анимации здесь броня это максовская модель это кренжевский файл с материалом это текстура это 3d модель формате кренжи это текстура формате кренжи ну то же самое с телами голыми 16 штук которых 18 которых я говорю говорил ранее в предыдущем видео ну и заготовка одной из голов мобы инвентарь не обработана не обработана не обработана level здесь текстуры поверхности мир разбитый на части это улучшенный мир это исходники которые но 3d max скилл моделью улучшенного улучшенной поверхности ну и собственно запуск проекта проект запускается отсюда ну это фигня здесь в папке level присутствует следующие карты колония тестовая локация вот они сейчас всплывут нет не сплыли ну не знаю сначала с колонии начнем пока грузится на паузу поставлю и так вот и прогрузилась колония чтобы начать игру нужно нажать сочетание клавиш control g ну и можно уже бегать крис крестиком в сад прогружать компоненты нужно б понадобится на английский миссии потом f диалоги потом девятка появляется такой желтый квадратик и дальше не буду прогружать потому что движок может вылететь тем более это просто обзорное видео итак в движке есть следующие компоненты это слои куча всего отключенного может это можно обратно включить это системные скажем так файлы флоу графы которые отвечают за игровую логику ну-ка сейчас посмотрим ну да отключить выключить для редактирования можно вообще убрать тогда не определение имени ничего не будет работать это не бы разбитый на части новый лагерь старый болотный и прочие шахты и прочая поверхность это девушка это а и навигация мобы нипп м все вот вся вот эта часть относится единственной заполненной локации при старте так ну тут куча факелов которые тормозят все итак включаем и смотрим на фпс и бочки граб и ты забыл что такое а это декали трава объекты камни деревья пни кустарники вода и вода которая оригинальная вот это ну сейчас на нее наложена текстура камня это просто чтобы для наглядности понимать где должен быть уровень воды так это дождь очень сильный чтобы что-то настроить нужно это выделить и уже дальше настраивать сначала делаем это редактируемым селект переходим в закладку и здесь делаем настройки этого дождя соответственно допустим если я хочу отредактировать вот это вот ящерку то мне нужно сделать ее моб редактируемый я могу выделить зайти в закладку и дальше какие-то манипуляции с ней производить ну например переместить немножечко повернуть сделать меньше или больше ну и так далее если я хочу что-то на локацию вытащить какой-то растение ну сейчас тоже тоже этим займемся это освещение ну это улучшенная карта и она одновременно работает со старой картой у у старой карты есть физика то есть коллизия не проваливаемся сквозь пол улучшенной карты такого нет потому что нужно дорабатывать и теперь чтобы вытащить какой то объект на карту нужно выбрать слой на который будем добавлять объект ну пускай пока что на слой моб и либо в эндите заходим либо в геом эндите отсюда можно вытащить моба либо какую то броню ну скорость понятна скорость внизу редактируется скорость перемещения зажимаем мышку и в сад так ну это демонстрационная девушка вы сто раз видели она на самом деле очень большая надо удалить так ну если хотим например что какой то растительный добавить то переходим в эту закладку вегетация и рисуем например хотим добавить дерево как то так так ну на этом все качайте разбирайтесь пока пока это не это еще не все можно еще посмотреть другие уровни это например демонстрационная карта woodland из предыдущего видео обзора ставлю на паузу как и в предыдущем случае вскакивает окно с ошибками несущественными которые закрываем ну и далее все так же ctrl g и бегаем ну а чтобы летать это нужно нажать клавишу f3 на клавиатуре ну и дальше все понятно ну и дальше все понятно мышки полетели вернее не мышкой а крестиком снова нажимаем f3 и снова можем бегать так ну еще посмотрим тестовую карту пока нагрузится пауза и так здесь тоже окошечко это всплывает нипы которых я выставил и демонстрационные объекты просто чтобы оценить что нужно что не нужно это я в предыдущем видео показывал сейчас еще раз можно заценить то есть какие то объекты и можно посмотреть подумать стоит их используется или нет трава деревья всякий мусор камни и декали ну а там вверху висит карта колонии походу она прокопировалась несколько раз сейчас попробую это все лишнее убрать хотя что здесь лишнее хотя что здесь лишнее ну вот на этом вот на этом